Блин, ну лучше по кулакам тратиться, конечно. Скажи, что в голове сейчас происходит? Блин, знаешь как, чуть-чуть разочарование, наверное, что не сделал все как надо. Чуть-чуть не план не выполнил полностью. Ну, блин, после пятилетнего простоя, сейчас, может быть, это как отмазка. Ну, тяжело выходить, боксировать в шестирантовом бой. Просто такого простоя. Что именно вот не так было? Боевой практики, скорее всего. Я, блин, спринговался максимум 4 раунда. Все знают, что у меня локтями проблемы. Мне тяжело бывает. Мне даже сейчас так локти ноют, блин, я даже не знаю. Но в октябре я по кулакам выскочу. По кулакам мне лучше, мне так комфортнее драться. Бокс чуть-чуть тяжелее мне. Но молодец Тимур тоже стойкий пацан. Как я и говорил, что он уже не половец, а хороший боксер. И, блин, выходить после пятилетнего простоя с таким парнем боксировать, который провел уже около 15 боев за 2 года, то это тоже непросто. А что думаешь по судейскому решению? Знаешь как, нища, я первые три раунда уверен, что я выиграл. В конце, последний раунд чуть-чуть дожал. Но не знаю, надо пересмотреть. Кто-то говорит, что 4-2, что я выиграл. Кто-то говорит, нища, это нормальный исход. Не знаю, надо пересмотреть. Не могу, я сейчас не могу сказать, что я выиграл. Потому что я первые три раунда точно не могу сказать, что я выиграл. Дальше не знаю. А были моменты, знаешь, в бою, когда ты попадал по корпусу или по голове и прямо удивлялся, как Тимур выиграл? Я не знал, что он головой крепкий, но он еще по разу, вот видите, сечки, это все он головой сделал. Это все от головы, да, он такой грязный все равно боксер, видно, у них план был грязный боксировать. Но стойкий, по корпусу мало работал, не знаю почему, что-то не пошло. Мне казалось, ты в первый плане боя, знаешь, так начал, ну, почувствовал, что получается и чуть начал играться. Не было ли это ошибкой как раз? Да нет, задание было, чтобы первый раунд так поиграться, подразнить. И в итоге мы так еще шоу устроили, но опять же говорю, не выполнил, полностью не выполнил план, который тренер поставил. Но это, бля, простой, простой мне сказался. Эмоции не играли в самом бою, потому что казалось, что вы иногда так конфликтовали прямо во время боя. Да нет, это так, такой, чисто подразнить друг друга. Он меня дразнил, я его дразнил. Он же хотел меня во втором раунде нокаутирует, хотя я даже ни разу не поплыл. Но он пару раз, я ему хорошо засадил, но молодец, стойкий парень, крепкий. А ты во втором раунде что-нибудь сказал как раз по этому поводу? Я говорю, ну что, чувствуешь? Говорю, я жду нокаут, говорю, давай, где твой нокаут? А он так пару раз тоже мне говорит, не чувствую, не чувствую, и так чисто вот так вот. А нужен ли повторный бой? Нужно ли поставить точку? Ну, сейчас я в октябре бой по кулакам проведу, дальше видно будет. Честно для меня бокс, опять же говорю, подготовка по боксу мне тяжело из-за моих локтей. Я бы хотел вылечить полностью, чтобы нормально, полноценно готовиться, спарринговаться. Опять же говорю, в боевой практике вообще почти никакой не было. Стоял, мало спаррингов делал и мало раундов, потому что локти... А как бы сложился бой против Никулина на голых кулаках? Блин, ну, я не хочу себя сейчас восхвалять или что. Я знаю, что первых двух раундов я бы его ушатал точно на голых кулаках. Я на голых кулаках намного себя увереннее чувствую, чем на перчатках. Перед финальным раундом, знаешь, в углу в твоем кто-то из угловых так очень эмоционально был. А что тебе сказали прямо перед самым? Сказали, надо дожать, надо работать, надо включаться уже. Ну, я чуть-чуть в конце включился, но все равно было тяжело. У меня говорю, пару раз головой как засадил, блин, так чуть-чуть. Неприятные сечки эти глаза, это закрывали обзор чуть-чуть. Было не особо приятно. Кровь глаза закрывала. Так, я не знаю, сильные сечки? Да, вот особенно над левым глазом. Это зашивать, надеюсь, не надо будет. Вот в поздних раундах ты переключился на одиночный удар, то есть хотел его прямо срубить. Это в связи с чем? Функционально просел? То есть, было тяжело уже серийно бить? Функционально прям не просел, но было тяжеловато, конечно. Не скажу, что было легко, но не просел. Я бы еще пару раундов побоксировал бы. Но просто хотел бы жестко попасть, но не получилось. Наверное, это моя ошибка была, что я включился на одиночный удар. Как думаешь, какие шансы у Никулина против Маги? Нет, там шансов нету, потому что Мага, во-первых, большой парень. Но я не думаю, что он будет гонять на весовую категорию Никулина. И Маги с локтями проблем нету. Он будет полноценно работать. Ты, по сути, уже подстроился под кулач, ты, в принципе, боец на голых кулаках. И сейчас ты опять вернулся практически в свою стихию, которую давно забыл, бокс. А что для тебя, не знаю, в чем тебе приятнее драться или без чего? Мне приятнее драться на голых кулаках. Это моя фишка. Бокс, я уже все, что мог. Я не сказать, что я олимпический чемпион, чемпион мира какой-то. Я хороший средний боксер, который достиг тех целей, которые я поставил. Сейчас для меня, знаешь, если я буду боксировать, то или с блогерами, или с какими-то там медийными ребятами, с хорошим топовым боксером я не выйду боксировать. На голых кулаках готов с любым выскочить, с любым подраться. Там это моя стихия уже. Ну, бокс, я так, чисто денежки заработать и все, прокормить свою семью. Спасибо вам, души, ребята.